Добро пожаловать на мой канал Врачи в Чехии. И сегодня должен наступить этот день, это мой первый рабочий день. Я только что звонила в отдел кадров, и мне сказали прийти, что должно всё получиться. Я сейчас нахожусь у Миши в кабинете, в психиатрическом отделении. Вот так примерно выглядит кабинет, но дальше показывать не буду, потому что здесь бардак небольшой. Ну что, пойдём. Идти надо в главный корпус, поэтому через улицу я оделась. 7.30 утра, видно, что ещё так темно на улице. Ох, жар. Мне всё подписали. Я была на осмотре у врача. Потом ещё провели две лекции. Одну по гигиене, вторую по охране труда. И теперь я иду на склад получать свою форму. Так, вот здесь мне должны выдать одежду, но пока никто не открывает. Не знаю даже, как сюда попасть. Но я позвонила, никто не открывает. Это часть склада с одеждой. Врачам выдают белую форму с обувью, а медсёстрам выдают синие халаты и белые гетры до колен. А также часть склада, в котором хранятся все необходимые расходные материалы для больницы. И врач, заведующий и среднемедицинский персонал не должен беспокоиться, где им это всё брать и за какие деньги покупать. Потому что этим всем обеспечивает больница. Миша несёт мою одежду. У меня двое штанов, две рубашки. Она без рукавка флисовая. Да. Она без рукавка флисовая. Букина. И обувь. Одна пара обувь. А два халата тебе дали? И один халат мне дали. Один халат? Один, да. А мне два. Я психиатр, не можно два. Ну ты счастливчик. Потом дадут восемь штанов и восемь рубашек. Не восемь штанов. Мне дадут ещё шесть штанов и шесть рубашек. В целом должно быть восемь. А почему? А тебе будешь в старом ходить? Ну да. Мне не старое дали. Мне дали, поскольку не было моих размеров, то мне дали старое, постиранное. Чужое. Чужое, да. И можно постирать. Мне дали телефон прачечной и... Ну всё, Ваня, ты... Мне дали восемь новых, восемь новых. И всё новое. И два халата. Вот, всё. Миша похвастался. Мы с Мишей сходили пообедали, а потом поднялись наверх, потому что моё отделение находится на седьмом этаже. Меня пустили в комнату, в которой я смогла переедеться. Ну и теперь иду в отделение. Оформление заняло почти полдня. Потом ещё меня отвели заполнить заявление для оформления страховки, уже страховки от работодателя. И где-то в отделении я провела около трёх часов. Что могу сказать? Меня очень удивило, что в нашем отделении, но я думаю, что это именно только здесь, в одном отделении лежат пациенты терапевтического отделения, интерны, и пульмонологические. Когда мы сделали небольшой обход, я спросила, говорю, а где же, как отличить, где какой пациент? И у них на стене написана каждая палата, и синим маркером обозначены пациенты терапевтические, и красным пульмонологические. И столбец написанной палаты, и здесь пациент такой табличкой. То есть первый столбик – это А, второй – Б, третий – С. И когда ты заходишь в палату, первый от дверей – пациент, то есть первая кровать – это А, следующий – Б, и последний – это С. И на историях болезни они так и пишут один, например, палата, палата первая, и пациент на кровати А, один А, ну и так дальше. Но как бы я такого никогда не видела, чтобы в одном отделении лежали пациенты с двух специальностей разных. Ну, мне еще дадут ключи от, называется Лекожак. То есть это место, где можно переодеться, там чаю попить, поставить холодильник в свой обед и так дальше. У Миши в отделении это называется Инспекчак. Спросите? Я не знаю, почему разные названия. Пациенты тяжелые, пациенты возрастные. То есть там был пациент 31-го года рождения. И могу сказать, что в принципе все пациенты, такие лет 70-80, молодых практически нет. То есть молодые были две женщины где-то возраста под 50. Я просто точно не помню год рождения. И вам еще хочу детально показать поближе свою форму. Вот моя стопочка с формой. Вот мои тапочки, значит, обувь была на выбор. То есть можно было взять вот эти, они такие немножко с небольшой платформой. Были еще одни, но мне в тех вторых было неудобно. Не скажу, что мне и в этих удобно. Я думаю, что со временем привыкну. Обувь выдается на год. Дальше вот всякие кофточки. Ну давайте начнем с рубашки. На каждой рубашке и на кофте есть знак нашей больницы. Здесь написано, видите. Немоцница зноема, преспекового организации. И поскольку не было моих размеров, я уже говорила, что мне выдали после прачечной чью-то одежду. Ну и мне сказали, что если мне это не мешает, мне ее выдадут пока что, чтобы мне было в чем ходить. Потом я могу ее поменять. Если не захочу, могу себе оставить. И когда придет новая одежда, то мне еще выдадут 6 рубашек и 6 штанов дополнительно. Пока дали то, что было. И здесь, чтобы сдавать в прачечную, вот такая вот надпись, где написано наша больница, фамилия, имя, какой-то номер и отделение. Девушка работала на отделении реабилитации. Такие интересные, интересные пуговицы, да, они полностью ниточками так обвязаны. Так, тогда я покажу, а потом еще померю и вам покажу кофту. Ну, штаны, две пары штанов. Штаны с такими же, с такими же пуговицами, застегиваются на боку. И здесь сколько? Два карманчика. Два таких карманчика. Ничего особенного в штанах нет. Но, кстати, и одинаковые размеры, они все равно отличаются. То есть я мерила одинаковые размеры и рубашки отличались. Были немножко короче, были немножко длиннее, чуть-чуть уже в груди, шире. Поэтому каждую вещь мне пришлось мерить и определять, что мне подходит. Потому что мне подошло две рубашки, но вторая на мне сидела лучше. Ну, мне больше понравилась, потому что она чуть-чуть длиннее была. И мы потом выбирали такую же. То есть я первую эту, которую короче, захотела заменить. Халат. Халат один мне дали. Он достаточно длинный. Ну, все остальное новое. То есть это не только касалось кофт и рубашек и штанов. И вот такие еще флисовые кофты. Это флисовая жилетка. Тоже с надписью нашей больницы. И с длинным рукавом. Это они называют Веста. Это Микино. Это самые маленькие. Хотя они немножко на меня большие. Давайте я примерю и вам покажу. Вот так вот я выгляжу. Рукавчики такие свободные. Видите? Ну, я не знаю, имеет ли смысл вставать. Будет ли меня видно. Здесь карманчики. Сбоку застежка. Я думаю, что это просто... Это фирма. Не думаю, а так оно и есть. То есть это фирма, которая шьет эту форму. И халат. Сейчас быстренько наброшу, покажу вам. И самое интересное, что я не заплачу ни гроша за эту форму. Она бесплатная. Если что-то с ней случается, я могу поменять ее. Я могу поменять также на размер побольше, на размер поменьше. Если что-то с обувью случается, тоже могу заменить. Ну, вот халат очень длинный. Можно как бы так показать. В халатах практически никто не ходит. Все ходят рубашкой и штаны. Те, кто работают в других корпусах, например, как Миша, то они одевают флисовые кофты и идут по улице. Так, это наша жилетка. Причем, заметьте, никто, никакой представитель фармацевтической компании не приходит вам за особые услуги, не дарит эти кофточки и не просит потом взамен. Вам просто выдает их склад больницы. Совершенно бесплатно. Не надо беспокоиться, что у тебя нет одежды, что там что-то вышито, что она отличается. У всех все одинаковое. Вот кофточка такая. Она на меня немножко свободная. Такая здесь можно затянуть, но не знаю уже, куда затягивать. Так, я сниму, потому что я спаюсь. В квартире в ней жарко. Еще, помимо всех этих впечатлений, документация вся ведется как в письменном виде, так и в электронном. Но больше, конечно, в электронном виде. Все печатается, а потом что-то распечатывается на принтере. И никто тоже не ходит здесь с бланками, никто не ходит с пленкой, с рентгенами. Потом с этими пакетиками по метро не ездит МРТ и название диагностического центра. Все совершенно в программе. Программа называется, название самой программы «Аккорд». Ну, они пишут, если есть в программе, внизу. Потому что немоцничный интегрованный систем. Так что, если нужно посмотреть какой-то анализ, ты заходишь в эту программу и полностью можешь найти себе то, что он делал. И когда он еще лечился, все полностью исследования, рентгены, МРТ, абсолютно все в этой программе. В таком виде, как работает и сейчас, ведется с 2004 года. То есть уже 15 лет все полностью с помощью этой программы. То есть с момента вот этого 2004 года можно посмотреть, когда госпитализировался пациент, с каким диагнозом он лежал. Можешь посмотреть все его исследования, анализы. То есть нужно посмотреть, какой у него был предыдущий снимок легких. Заходишь и смотришь. Или там МРТ, или биохимический анализ крови. Все, просто все хранится в этой программе. Полностью по всем отделениям. И если нужна какая-то консультация тоже, там в программе нужно сделать заявку, например, что мы хотим вызвать на консультацию хирурга, и когда мы хотим, чтобы он пришел. То есть немедленно, в этот же день, или на протяжении 24 часов. То есть это там несрочный такой режим. И очень-очень много всего. То есть я, конечно же, за эти три часа, которые я побыла в отделении, я не успела все посмотреть и все, конечно, это запомнить. И мне очень импонирует то, что никто не носится с этими бланками, анализами. И никто не ходит с пленками, не сушит их вот так. А потом в общественном транспорте не ездит с пакетиками, и не возит свои результаты МРТ. То есть все в электронном виде, в этой программе. И все, что нужно от пациента, это всего лишь иметь страховку. То есть у тебя есть страховка, и тебе окажут помощь. Еще про страховку упомяну, что когда я все полностью, ну меня оформили полностью, прочитали же лекцию, да, по гигиене и охране труда. По охране труда там много чего рассказывают, не только про пожарную безопасность, также про хранение личных данных пациентов, также про то, что работодатель мне должен предоставить комфортные условия. Ну, много-много-много чего. И после этого меня отвели заполнить документы на оформление страховки. То есть я приехала со страховкой и для иностранцев, поищению цизинцу, и на два месяца. То есть у меня на месяц, а ребенку мы покупали сразу на год, приобрели страховку в СЗП. А теперь у меня будет страховка от работодателя. И я когда заполняла, мне кажется, я, честно говоря, не уверена еще пока, но они всегда делают комплименты по поводу чешского языка. На самом деле я так говорю на чешском языке или нет, я не уверена, потому что я с достаточно большой критикой к себе отношусь. Мне кажется, что я делаю там много ошибок и так дальше. Но действительно, как бы, проблем что-то сказать, объяснить у меня нет. То есть если даже я там забуду какое-то конкретное слово, я могу переформулировать это предложение и объяснить по-другому. Но они говорят, «О, у нас здесь есть человек, который так и не выучил чешского языка». Но и сказали они, что он 15 лет здесь работает. Я, честно говоря, тоже не совсем им поверила, потому что мне кажется, что человек может просто не такой общительный, например, как я, или просто пришел, сделал свою работу и ушел. И мы там с ними немножко поговорили. Я говорю, что меня удивило, вот, например, в этой больнице, и в Морамии, да, я еще не была в отделении, просто оформили документы. Потому что здесь практически никого нет из иностранцев. То есть, да, есть много словаков. Полбольницы, наверное. Но из Украины мой муж, потом я, только пришла, да, есть еще в терапии один доктор. И Миша говорит, я никогда не видел, но есть еще, вроде есть еще один доктор на ЛДН, это Лушка Длогодобых Немоцель. И есть еще вот врач, который 15 лет уже здесь работает. Так что я говорю, ну, просто я знаю от своих знакомых, своих друзей, да, что есть больницы, в которых практически в каждом отделении работает кто-то из иностранцев. Ну, как бы из иностранцев. Это кто-то либо с Украины, либо с России, либо еще с других стран. Ну, и они говорят, ну, просто Моравия, она такая вся красивая, и никто отсюда не уезжает, да. А северные регионы, то Чехи не очень хотят сами там работать. Ну, как такового дефицита, огромного здесь нет. Хотя, когда мы ходили к педиатру, то мне сказали, что закрыли 6 амбулаторий, поэтому, ну, острого дефицита нет, но все равно врачи нужны. Поэтому... А еще у нас поменялся главный врач, поэтому я думаю, что ситуация может немножко поменяться в другую сторону. Вот так у меня прошел первый рабочий день. Полдня оформления документов, получения формы, и 3 часа, около 3 часов, где-то в отделении. Спасибо, что смотрите мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы получать напоминания новых видео, и до скорых встреч! Как красиво! Красиво, да? Давай, мама поставит телефон и сделает видео. А, ничего не робит. Все, работает. Давай я поставлю. Давай, маме палочку, давай. Ну, пожалуйста, ну, давай палочку маме. Ну, дай мне штатив. Микулаж, мама хочет рассказать про свой первый рабочий день. Дай мне, пожалуйста, штатив. Давай. Ну, дай. Микки. Микки, давай. Давай штатив. Не можно. Микки, я хочу рассказать. Микки. Дай маме штатив. Не можно. Можно. Микки, тебе скупо спросить? Давай. Давай, все. Спасибо. Бачишь, куба, с какой авторитет есть. Миш, как низ расшифровывается? Низ. Низ. Как расшифровывается низ? Ты меня что, не чуешь? Как низ расшифровывается? Н и С. Немосничный интегрованный систем. Немосничный интегрованный систем, да? Да. Я все померила, все показала. Что, ну, и два, ты, да? Ну, чуть-чуть свободно тут в рукавах. Ну, так я смотрю, так все ходят. Да. Самый маленький размер. Ну, прекрасно. Так хорошо, потому что, когда тебе будет очень плотно, ты не будешь платить. Да. И так лучше. Я и так буду. Но хорошо, что есть еще 7 костюмов, в которые можно переодеться.